Здравия желаю! Сегодня, значит, тот же экземпляр, что и вчера, та же модель. Но применяем ионисторы. Значит, ионисторов, оказывается, надо применять не 10 штук, а 9, как показали опыты. Тогда, видите, тогда идет, значит, сейчас включим, посмотрите. Напряжение, видите, стабильно. Минимальная 3,9, 3,88, максимальная 4,30. То есть, в среднем 4 где-то, 4 ватта. То есть, также применяется мотор, как я вчера показывал. Вот он. Чтоб все обогревали. Нагрева нету. Здесь небольшой нагрев есть, потому что без нагрузки. Чтоб нагрузку поставить, это мне скоро придет этот самый преобразователь, как я говорил вчера, с 2 вольт до 32. Мы поставим эту нагрузку, и с нее можем даже напрямую заряжать ионисторы. Сразу. То есть, пользоваться своим. Тогда у нас на зарядку ионисторов ничего не уйдет. То есть, будет потребление еще меньше. А впоследствии, если еще сюда ионисторов лучше, ну или батарейки на трое конец, на 200 ватт, и сюда на 200 ватт, на выход. И будет, это самозапятная система примерно. Так. Сейчас скажу. Мощность его. Значит, применяется реле в этот раз, значит, 5 секунд и 10. То есть, 1 к 3 разница. Вчера был 1 к 5, но показывала нестабильность. А здесь идет 1 к 3. Здесь идет, видите, подзарядка постоянно ионисторов. Видите, уже 32. А то было 30. То есть, они зарядятся до 100. Это еще повысится. То есть, будет сейчас 4 выхода. 4 выхода при том, что мотор на 124. Это 4 делим на 120. 40. 12 на 4. 3 раза, значит. 124 на 3 делим. 41 ватт. Постоянный выход. Вот с этого мотора. Нагрев есть, потому что он, я говорю, без нагрузки. А нагрузку применим тогда, когда сюда вот подставим преобразователь на выход. И уже от преобразователя можно будет зарезать или ионистор, или батарею. То есть, будет подзарядка бесконечная. То есть, что мы получили, значит. Что мы получили. Вот, значит. 26 ватт расход. Так. 124 ватта выход. Это если считать только выход тока. А если считать работу мотора от батареек, от ионисторов, еще 30 ватт. То есть, получается, КПД, ну, без без работы мотора, 477 процентов. КПД 124 ватта и 26 ватт. Плюс движение 592 процентов КПД. Что вполне нормально. Схему. Сейчас покажу схему. Так. Мотор. 300 ватт. 300 ватт. Ватт. Так. Далее. Вал. Генератор. 124 ватта. Так. Реле. 5 секунд. 10 секунд. То есть, 1 к 3. Так как 5 секунд он берет 26 ватт. И тут же отдает 40 ватт. И еще 2 раза, значит, по 10 секунд. Те же самые 41 ватт. То есть, 1 к 3. И вот пока здесь, значит, выпрямитель. Выпрямитель. И сеть. А в дальнейшем будет, ну, батарейка будет в дальнейшем. Батарейка. А здесь еще, значит, 2 провода. Плюс и минус. Ионисторы. Вот они. 9 ионисторов. 9 ионисторов. Ионисторов. 2,7 вольта. Вольта. 500 фарад. Каждый. То есть, получается, значит, напряжение 18, 24 вольта. Сионисторов. И отсюда 24 вольта. И вот выход. Ну, вот он выход. 124. 124 ватта. Мы имеем. А вход 26. Плюс у нас движение мотора идет от ионисторов. 2 периода еще. Получаем КПД 592. То есть, 124 плюс 30. Вот так вот. 174. 174 делим на 26. Даже 6 получаем. Больше. Значит, и помножим на 100. то есть, КПД 669. 669. 69. В процентах. Это общий КПД. А если КПД по току, ну, сколько взял и сколько отдал. Не считать движение мотора. 124 разделим на 26. Вот 26 здесь, да. 476. 476. процентов. А если КПД выход и вход не считать движение мотора. Вот она схема, вот видите. Вот выход. А если ничего тут сложного нету, как это предъявляли, что схема там. Тут чисто идет расчет. Расчет какой? Арифметика идет. Чисто арифметика. То есть, надо посчитать точно. А второе тут что берется? Заряд ионисторов надо заряжать его импульсом. Тогда он получается, видите, один к трем. То есть, даешь импульс, а он выдает назад ионистор три импульса. Три раза больше. Так получается. За счет того, что у ионисторов также обратный ток большой. Сами попробуйте. Что у него очень большой обратный ток. То есть, когда при зарядке ионисторов можно даже зарезать ионисторы. Просто зарезать ионисторы, поставить, значит, допустим, пять секунд заряжают, десять стоит. То есть, один к трем. И он так же зарядится, как будто бы, а если вы поставите просто напрямую, то созрете в три раза больше тока. Понимаете? За счет того, что ионисторы дают обратный ток. Накапливают и дают обратный заряд. Ну, это я говорил, почитайте вот, откуда это все идея пошла. это значит, это все значит, путем опытов увидел Конарев, ученый-Конарев. Его, конечно, подняли на смех, рептилоиды, и даже в интернете там ему пишут «Ты дурак, дурачок». Лечи голову, учи физику, а на деле-то он, как показала практика, я на практике осуществил его идеи. Показала практика, все нормально. Вот сейчас, видите, уже подзаряд идет, видите, уже было 3,90, сейчас тут 4 с чем-то, 4,62 уже выход, видите, заряд еще идет, я не в страх. А минимальный был 3,98, сейчас сколько покажу минимальный, 4,17 то есть тут вот до ПД меньше, но зато подзарядка хорошо идет. Вот он опускается до 4,21, 4,19 и вот пошел наверх, уже 4,66, а было 4,50. То есть зарядка идет вовсю. Заряжается янистр и дается движение, дается выход. Под нагрузкой мы его проверим, когда будет преобразовать на днях. Мы еще под нагрузкой это проверим. Еще один ролик будет. Проверка системы под нагрузкой. Хотя и так понятно, что неграмотный, тот не знает, допустим, что магнитный двигатель, он если выдает, значит, он уже как бы под нагрузкой своих магнитов. Этот двигатель без магнитов, он имеет, значит, траты, значит, меньше, если на холостом ходу, а этот нет. Так как у него магнит, у него тормозит уже в самом начале. ��도록 하겠습니다. Так. 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 Так.